Добрый-добрый-добрый день, друзья! Ну что же, финалочка американского и европейского минора состоится именно сегодня. Открывающий матч это FURIA-NTZ. Две команды, один слотно-мажор, и мы с Гомером для вас все это дело прокомментируем. Вот-вот уже начнется первая карта этой рубки. Такой себе небольшой матч-реванш, наверное, для команды FURIA за неприятности, которые составили им соперники в рамках групповой стадии. Однако, факт остается фактом. Именно INTZ здесь считаются аутсайдером. Именно FURIA являются фаворитом. Но тот огонь, который бразильцы уже показывали в рамках своих матчей до этого, в рамках дерби, которые они играли, например, против Sharks, ну, намекает на то, что игра будет очень жарко. Я думаю, мы не раз еще восхитимся эмоциями, которые возникнут у игроков во время этого матча. Ожидания очень и очень высокие действительно от этого противостояния. Все-таки Best of 1 матч проходил у нас на карте D-Overpass. Но здесь ее не будет. Здесь тройнюк и, возможно, еще Мираж. Если, конечно, оглядываться на цифры, на коэффициенты от букмекеров, то не должно быть Миража. Но это национальное дерби. Это бразильцы, которые любят покричать, любят проявить максимальное количество эмоций. Тренера, игроки. Мы помним, кто там КНГ или кто-то вообще вставал с места и начинал махать руками на своих оппонентов. Поэтому тут не только скилл, но и действительно моралька очень сильно будет решать. Да, когда бразильцы играли против Sharks, действительно эмоции зашкаливали. Выглядело это все прям с какой-то степени даже страшно. Казалось, что вот-вот уже срочно нужно будет звать какого-нибудь Сашу и Пашу из передачи «Окна», чтобы те разнимали драку. Ибо такой перепалки я давно в оффлайне не видел. Ох, ну ладно, все. Начинается, наконец-то, битва. Все прелюдии окончены. Фурия защита. Команда АНТЗ за сторону атаки начинает. Причем это же пик команды. А, да, все нормально. АНТЗ в атаке. Все, все, все. Все по плану, все логично. Просто на ХЛТВ почему-то написано «Фурия пикет Трейн». Ну, видимо, ошиблись парни. Потому что у нас написано «Трейн пикет АНТЗ». Магия, магия КСа. Но это не важно. Важно то, что Энтри Килл уже сделал арт, отошел чуть подальше. И план атаки, я так понимаю, уже прочитан? Да, похоже на то. Есть небольшой первый контакт, который уже состоялся. И теперь АНТЗ придется играть в меньшинстве. Ну, не самый приятный расклад вещей. Ведь тут и так три игрока на приемке. Куда АНТЗ идут? Остается загадкой. Ну, возможно, удастся сыграть на бомбу. Итог. Сирата будет отвлекать внимание вместе с тиммейтом. И Винни могут не дочекать. Винни здесь является козырной картой, однозначно для Фурия, которую можно разыграть. А АНТЗ? Ну, пытаются найти все-таки какой-то разменный минус. Абсолютно не торопятся. Мы видим тут просто три ствола. Чекали выход с хелпы. Но они-то не знают. Они-то не знают про это укрепление. Винни вообще, наверное, до установки бомбы вообще не будет компрометировать свою позицию. А на верхней-то никого нет. Ксент просочился. Возможно, он кого-то сможет увидеть. Но нет, скорее сам погибнет с такими темпами. А вот и Винни. А вот все бочины, которых можно убивать только КНГ. Осталось додушить здесь. Там и Ксент справляется. Ну, не так все просто. Как бы хотелось для Фурии. Но, похоже, на пистолетку это не повлияет. Забрали все-таки КНГ. Могло показаться после того, как все-таки Винни погиб, что пропрется Кинг. Но нет, не получилось. И в итоге Фурия. Ну, довольно пистолетный раунд простой для них вышел на самом деле. То есть у них антрекилл. Трое на Б. И буквально через тайминг 30 секунд атака все-таки вышла на Б. Ну, прочитали еще до того, как действительно команда INTZ начала свой крестовый поход на Б-плент. И он далеко был не самый успешный. В общем, такой себе раунд. Ладно. Будем надеяться на то, что INTZ только разыгрываются. И дальше какие-нибудь вещи более гибкие будут показывать. Но пока агрессия. Тут уже первые попытки найти килл для атаки. Правда, оказывается, все вновь неприятно. Глок против Аугов. МП-9 их не особо роляет. Ну, немного загулял чела. Такое чувство, что он понял, что абсолютно без инфы прошел вдоль стенки. И вместо того, чтобы пушить под старую вышку, решил напрямую, без ухищрений, пройти под Аплент. Ну, и в итоге между вагонами его нашли. В целом, пока, ну, такой довольно безидейный, что ли, раунд от INTZ. Видимо, идти просто бы для них слишком просто оказалось в плане того, что их примут. И решили покачать. Да, похоже, что так оно и будет. По крайней мере, немного постараться где-то выдурить для себя эту бомбу заветную. Было бы неплохо. Арт уже идет в инициативу. Похоже, что здесь все может и закончиться для INTZ. Если, правда, стрельба не вот так будет идти, как все пули мимо кассы. Это плюс Ауг. И Эйбл Джею нужно бы отойти подальше. У него не так-то и много ХП. Бомбу, наверное, нужно отдавать ставить. Ну, бомба. Бомба не может пройти из-за коктейля молотого. Деста не реализует подобранный Ауг. Здесь же спина. А это 3 в 2 на базе Б никого. Бомба под верхний. И остаются на ретейке два фармгана. Ну, можно вот этот Фомас забрать. Не хочет пока что ксерата открываться. КНГ не показывал свою точку. А вот Юрих спалился. Замечают друг друга Дестани и Юрих. Вот, в общем-то, и первые контакты. Плюс Фомас на руки. Классные позиции. Вот, наверное, Юрих здесь все и должен закрывать, если заметить тиммейтов или будет инфа. Но пока и ксерата здесь хватает. Вот такая вот история с выбиванием получилась. Ну, все-таки 2-0. Но тут, можно сказать, отмазались игроки команды Фурия. После того, как было до наук, была заявочка все-таки на разворот. Вот и в пистолетном что-то похожее было, когда Винни не смог перестрелять КНГ в решающей ситуации. Так и тут. Вроде бы под контролем команды Фурия все протекает. Но не на 100% какие-то уверенные раунды. И вот к первому девайсному у них Фомас, Ауги и нет авика. Да, интересно получилось. Не так, наверное, Фурия планировали разыгрывать тот самый раунд для себя. Однако, что тут уже поделать? Есть авик. Открытие от Ела ни к чему не приводит, правда? Попытка пропика заканчивается тем, что ВП возвращается в руки к тому, кто должен на нем играть. Это КНГ. Банально. Не повезло с респой для этого игрока. Ну, АНТЗ прекрасно умеет играть именно на КНГ. Вчера очень часто они действовали именно от своего снайпера. Ну, в принципе, пока он их не подводил. Конечно, вчерашний день получился довольно прискорбный. Но в целом-то, в целом, я думаю, против Фурии намного комфортнее играть здесь АНТЗ. Ну, похоже на то. Должно быть, в принципе. Так, конечно. Вот вопрос, наверное, внутреннего дерби. Фурия АНТЗ крайне редко играет друг с другом легко. Это факт. И команды любят показывать напряженные матчапы. Если БО-3, то на трех картах. Если, как бы, в отдельно взятой карте, то с тоталом побольше. Так, Арт Юрих принимает пока что выход на зелень. Причем делают это абсолютно без шансов. Плечом к плечу разворот уже в сторону сотни. И выход захлебывается. Первый девайсный напомнил, на самом деле, пистолетку. Когда выходят толпой по одной позиции без какого-то суперраскида игроки атаки. И попадают четко на прицел. Да, разводить как-то особо не получается. Пока что, вот они, записи в блокнотах, замечательные. Ну, кто уже видел матч АНТЗ, знает, что их тренеры. Это свойственная манера. Там целое эссе писать о том, как я провел лет по ходу всего матчапа. И, видимо, дальше какие-то умозаключения выводить. Ну что, смотрим дальше. Пистолеты плюс арморы для игроков атаки. Они, в принципе, пока в таком творческом поиске. Попытались выйти на Б, попытались сплетануть под базу А. Но все эти потуги пока ни к чему хорошему не привели. Толком даже вот за установку бомбы не могут АНТЗ доцепиться. Ну, возможно, такой индивидуальный нужен момент, когда кто-то просто с двумя энтрей залетит на плент и уже после этого начинает играть более строго. Ну вот АНТЗ пока что не пытаются залетать во всех раундах, что мы видим. Это такая выверенная, осторожная игра. Даже когда, казалось бы, взять пистолеты и ворваться под Б с попыткой поставить бомбу не худшее решение. Все равно пока что от него отказываются. Бразильцы в атаке действуют очень поступательно. Медленный КС показывают. Ну, возможно, вот такой слоу-плей обусловлен тем, что все-таки АНТЗ рассчитывают на поджимы. Вот один раз Арт уже сходил в аркаду и принес АУК. И вполне вероятно, что ставка террористов именно на попытку игры от ошибок соперника, от того, что фурия сами будут приходить, отдаваться и обеспечивать большинство. Так, КНГ начинает продвигаться по зелени. Плюс еще и Арт замечает первого соперника на верхней линии. Для КНГ приключения закончились. Для АНТЗ же история должна заканчиваться. Ну, вот буквально через несколько секунд. Крадется Бумкери боком в этот дым. Ну, и, как мы видим, история закончилась довольно трагично для его и его команды. Трипл килл от опорника Б базы. Ну, и очередной раунд отправляется в актив команды фурия. Ну, Дэстони еще и боком был. Ну, тут абсолютно простой момент. Главное не ошибаться в фурии. В плане позиции у них все очень красиво. Просто в нужных моментах давать стопроцентные фраги. Да. Увы, пока что со стопроцентными фрагами все равно не до конца получается. Причем и у фурии были моменты такие огрехи против пистолетов. Ну, и АНТЗ. Вот она первая скорость, которая включается прямо сейчас. Правда, флешки не все работают против Винни и Юриха. Те два фрага нашли. Вот и третий минус в потере лишь одного арта. Ну, такой раунд, конечно, грех не довести до победы. Однако КНГ и ЕЛ еще будут сопротивляться. И не раз покажут нам свои потуги, наверное, которые рано или поздно должны доходить до победы. Ну, 2 в 3. 2 в 3 тут еще абсолютно рабочий момент для игроков нападения. Тем более, вот этот дым довольно неплохо их сейвит. Правда, Винни все-таки прогоняет КНГ. Это Молик Хаешко. И в итоге... Опа! Все, момент истины пропущен. ЕЛ прилег на кухонке отдохнуть. И в итоге КНГ последний. Знаешь, что где-то в упоре есть оппонент. Молотов потушен. Такая импровизация. Вот КНГ уже... Ну, 2 флика направо-налево и раунд 1 на 1. Да, звучит, конечно, как гениальный план, но что-то это вот... На грани фантастики Винни в хорошей позиции. Мы понимаем, что сколько не нерфи ауги. Вот в таких углах у них, конечно, явное преимущество над любым другим девайсом. И в который раз нам это показывают игроки Фурия. Ну, ставка здесь АНТЗ была явно на то, что им во всех предыдущих раундах удавалось вылетать из сотки. Будь это Челла или еще один из его тиммейтов. Но на раннем тайминге Фурия не контролили выход вдоль стенки, выход под старую. И, видимо, уже во втором девайсе нам решили этот момент заабьюзить АНТЗ. А Фуриях подловили. Это такой Mind Games был с их стороны. В итоге вся эта сотка умерла. На попытке, конечно, разыграть здесь эти эпизоды, пока АНТЗ загоняет неприятную яму. Ноль раундов по-прежнему. Там уже и компенсация максимальная набирается. Но при наличии бомбы, как бы, проблем не будет и дальше. Однако нужно думать за раунды. Рано или поздно. Мы много видели камбэков по ходу трейнов. И фейк камбэков еще больше, если говорить про этот минор конкретно. АНТЗ явно не хочется ни камбэчить, ни фейк камбэчить. А просто вот сразу четко взяться за свою карту. Напомним, что это уже матч за выход на мейджор. Вчера у нас Energy уже показали, как можно 2-0 закрывать в подобных ситуациях соперника. Ну и все-таки сегодня хотелось бы побольше борьбы. Даже если две карты, ну хотя бы плотные какие-то. 16-13, 16-14. Вот это даже удивляет после той рубки, которая была в групповой стадии. Там постоянно какой-то корвалол происходил. Плей-офф, ну, очень расслабленно проводят фавориты по отношению к аутсайдерам. А у нас все матчи 2-0, кстати, за последние два дня получается. Сегодня уже третий, когда действительно все довольно однокалиточно. Но да ладно, все, не будем о грустном. Как-то нагнали. Тоски. Смотрим уже. Третий получается полноценный девайс для NTZ. У Фури сдвоенная игра от АВП. Ну и вновь медленный раунд. Террористы с двумя смоками остались. Да, конечно. Раунды медленно играть это приятно. И на трейне это часто метавы работает. Но вот как это разыграть с двумя смоками одной флешкой? Без выпадов, выползновений до контакта непонятно. Ксерата вроде бы только этого и ждал. И это должен был быть момент истины для него. Но как-то не сложилось. Ситуация и неблагоприятно погибает он. Хотя и внес уроны Юрих. А вот этот промах, ну может быть, неприятным на дистанцию. Ну там два человека прошло под старую вышку. Да, про второго абсолютно не догадывались. Игроки команды Фурия Челла. Еще один хэдшот. И это уже 4 в 2 для нападения. 15 секунд. Ну так рассыпались опорники, что уже такой раунд нельзя отдавать ни в коем случае. Эбл Джей еще и считается в своей позиции Евом. Тут не выдерживает хэдзап. Таше не попал. Ну ладно, все равно это аппоинт, в котором позиции миллион. И Эбл Джей нужно как-то сыграть против всех них и еще и бомбу раздефьюзить. Похоже на сейв больше. Да, калашик можно было унести. Вот он, вот он, вот он. Но решает просто отступать Эбл Джей. Обратите внимание, 1050 долларов у Ксерата. 8100 у Юриха. Ну и конечно вот этот сейв довольно неплохо должен выровнять экономику команды Фурия. Ну а НТЗ, конечно, браво. Размочили счет. Вот он, entry kill. Наконец-то вот эта медленная поступательная игра с жесткими холдами приносит желаемый результат для НТЗ. Ну и сейчас нужно ломать экономику. Фурия как будто уснули в этом раунде. Ни один из опорников по итогу свои минусы не дал. Хотя попытки на это были. Что Ксерата, что Юрих, что Арт допустили миссшоты. Ну и зелень. Отсутствие контроля, конечно, это отдельный нюанс, который и похоронил этот раунд уже окончательно для команды Фурия. Ну наконец-то, что здесь сказать. В кои-то веки мы увидели и команду АНТЗ на карте. И моментальная тактическая пауза от команды Фурия. В принципе, эти бразильцы славятся, ну, такими довольно неожиданными паузами. То есть они могут там при выигранном 15-м поставить паузу, потом отдать камбэк в 3-4. Могут вообще без паузы играть довольно долго. В общем, такое очень тонкое понимание происходящего. И, ну, видимо, тренер чувствует, что вот сейчас команда может ильтануть. Вроде бы отдали только первые. Еще есть хорошая экономика. Можно даже в два авика сыграть. Но, тем не менее, ставится пауза. Ребята общаются. С другой стороны, это, конечно, возможность для обсуждения. И команда АНТЗ, которая появилась прямо сейчас. И я уверен, они тоже этот тайминг зря не потратили. Ну вот за все время, я думаю, Фурия уже должна была приспособиться к тому, что в своем регионе как минимум, а так-то и, в общем-то, на своем уровне игры, они являются таким себе примером, на который многие равняются, чью игру смотрят, регулярно анализируют, ищут, как ее контрить, так как видят последние заслуги и успехи команды Фурия. Сами те это и подмечали, что много контрстрат против них пытаются разыгрывать. И, наверное, вот такие моменты уже игроки очень тонко чувствуют. Здесь пока, ну, вроде бы и не было этого тревожного звоночка. Один раунд, где вы просто сами не смогли включиться. Но на таких миларчах и строится КС, и, возможно, и вправду АНТЗ будут дальше душить. Седьмой раунд первой карты. Вновь очень пассивно, вязко действуют игроки команды АНТЗ. Попытка выпустить КНГ своего тиммейта вроде бы успешная. Дестони среагировал на Ксерата. Бомба показывает нам пока что в сотне. Ксерата понимает. Пытается пикнуть под флешку, она не сработала. Закрывает, мы видим, верхний смачком. Так, Ксерата. А, это под сотку, дым рикошетом. Да, тут такие мувы от Ксерата, чтобы немного сменить свою позицию, да и подсейвить себя, кстати, неплохо. Вот у Винни проблемы намечались, а в даун продамажили, но отдали полностью старую вышку. АНТЗ, как мы видим, пытаются обхитрить соперника и просто уходят. Ой-ой-ой, 24 секунды, это будет выход на точку Б. Арт СВП, по идее, не должен отдавать Б, он же там один. Арт Савиком, номер 3, на радаре. Позицию сместил. Сейчас полетела граната, и вот теперь точно понятно, что нужно перетягиваться Арт. Будет срезать одного из выходящих игроков, по крайней мере, стараться. И вот с этим проблемы возникли еще и минус Винни, так что наверняка Эйбл Джей неужели просто пойдет за дым? Под флешку, но... Уже никуда не придет. Ксант, обратите внимание, он самый дальний был игрок, он сейчас на верхней волне, причем он срезал Эйбл Джейм. Хорошие размены, Ксерата Юрих, это уже 3 в 3. А там как бы и Арт СВП присутствует, и тиммейты на угах. Хорошие позиции должны быть, но почему никто не прикрывал против верхней линии? Так как это произошло? Все, до свидания, Ксант делает красиво для команды. А вот и эмоции НТЗ. Тренер даже когда раунды проигрывались кричал, а когда раунды выигрываются, там просто детонация происходит в Берлине. Моментальные крики заполняют, конечно же, место проведения. Ну и вот он повтор от Ксанда. Вот, вот о чем я говорил. Минус в дым, флешка его не ослепила. И в итоге еще всех диффузящих, всех хелпующих он разобрал. Ну вот здесь, конечно, странно вышло. Пока ардефюзил бомбу, на него Ксант вышел, прицелился, присел и только начал зажимать. А чем занимались его тут неплохо было? Для начала тиммейты неясно. Ну, я так понимаю, парень за плента должен был смотреть верхнюю, но там секундочки не хватило. А вот и пауза, видимо, не зря. Ставилась команда Эфурии, потому что сейчас деньги закончились, прошлые слили. Заготовка. Опа! Заготовка с хаешками в сотню и с прострелами наверх-низе. А там еще Зевс на нижней линии есть, когда тебя прострелили. И ты загрустил. Да, есть повод приуныть, конечно. Раунд-то неприятно начинается для НТЗ. Ну, ясно, что девайсы не заполучили. Толком ничего сейчас нет. Опа, вот СГшечка. Арт находит первый хороший девайс для своей команды. Но НТЗ, конечно, осознают, что все, гранат там нет, арморов нет, максимум парочка деглов. Их ждет на карте. Из-за этого действует, мы видим, очень компактно связка из трех игроков. КНГ прикрывает, двойка идет в упор. Интересное решение идти именно через зелень друг за другом. Если бы здесь работала пара с двух направлений, то НТЗ могли бы и не выбраться с той позиции даже против пистолетов. Но позиции Фурия глубже и тем интереснее, возможно, будут реализованы. Зависит от того, куда пойдут НТЗ. Они там могут и на КТ попытаться продвинуться. Ой-ой-ой. По-моему, ребята могут выбрать поворот не туда. Ну, тут вся команда Фурии стоит под открытой базой. КНГ первый минус. Юрих, отличный пик. Вот это тайминг. Изи. Изи, говорят, ребята. Одного подорвали, другого прострелили. И вот он снова. Моральный настрой команд. Судя по всему, тайм-аут, кстати говоря, прожимали или что? Тайм-аут, чтобы покричать, если только. Ну, я посмотрел на тренера Интези. Он как-то так. Наверное, он сказал так, собрались только в португальске. Потому что вот какие-то вещи он там попытался внушить. Начало раунда очень результативное было для команды Фурия. Как раз-таки и Хаешка себя реализовала, и прострел от Вини. Плюс еще Арт СГшку подобрал, которая, кстати, в итоге не пригодилась. Ну что, 6-2. 6-2. Последние деньги для команды Интези. Выход под флешку через Молик. Юрих увидел, по крайней мере, одного понимая, что там есть несколько игроков атаки. Призывает Арт к себе на помощь. И вот здесь будет серьезная борьба. Да, конечно, выход. И Арт снова промахивается. Что-то не так пока что у снайпера Фурия. И это может стоить им многих раундов. По крайней мере, в этом это уже энтри по Арту. Это минус позиция в перспективе. Ну, можно подобрать этот авик. Да, вот Юрих пошел за снайперской винтовкой. При этом у Ксанда мы видим МАК-10. Ну, команда Интези, видимо, почувствовала, что вот эти поздние перетяжки довольно неплохо себя проявили. Мы помним как раз-таки с точки А от сотки на Б была один раз перетяжка. Абл-Джей компрометирует свою позицию прострелами. Хелпа у него с дефолта. А там уже все на точке. Ну, как бы да, можно уже и на бомбу сыграть этот момент. Вот он рисунок игры. Пошуметь на А, найти энтри и выйти на Б. Два раза делали, два раза работает. Так, только вот КНГ сгорел. Не очень приятно для себя. Хотя и успел до этого фраг сделать. Интересно, как будет работать Фурия. Гранат не у тех, ни у других. Поэтому надежда чисто на перестрелки. Ну, есть киты. Правда, это последняя экономика. Фурия пытается все-таки пушить. Есть хедшот у Тейбл-Джея. Бомба. Ну, пора, пора дергать. Ксератова занимается этим. В виде контроля Челла. Законтролил. Нормально, Ксератова там пытается бушевать. Но вот то, что убили его тиммейт, в который прикрывали, конечно, и поставил раунд под откос. Ксератова уходит. То же самое делает и Челла. Плюс АВП на руки. И, в принципе, мы видим, что игрок НТЗ никуда сбежать не успел. Но раунд, благо, ребята взяли. Причем оба раза игрок именно с верхней волны прикрывал бомбу. И оба раза бойцы Фурии не смогли этому никак помешать. Причем уже пытались и на вагоне сидеть, как Винни, и под вагоном. Что-то как-то вот с этой точкой не выходит. Показывают нам статку. По выжившим и по взятым раундам. Ну, тут видно, вроде бы пошел, наконец-то, набор для НТЗ. То есть три раунда из последних четырех они взяли. Но обрати внимание, при всем при этом, именно команда НТЗ использовала тайм-аут вот прямо сейчас. Когда, казалось бы, вот вам и третий на руки. И вроде бы под б-плент вам комфортно выходить. Так уже отдали один раз пистолетом. Поэтому и тайм-аут. Знаешь, там один девайс, который засейвили. И все-таки второй раз ошибиться в рамках одной половины, это слишком грубо. А, подожди, там все нормально. Там все нормально. Экономический гений. В студии все нормально, просчитался, бывает. Так это ты мне зп выдавал. Ну ладно, хорошо. Разберемся. Два вп фама Саук и Дигл на руках у команды Фурия. Но вот наличие двух авиков смотрится любопытно. Тем более, что второй у Ксират на руках. Брахания, скажем, того же Винни, например, который временами отыгрывает на этой роли. Ну и вопросы к арту пока что. Вот как-то арт. Ну наконец-то. Вот такие вот фраги. Если бы он и здесь не дал, я бы, наверное, уже даже не удивился. Потому что просто колоссально не летит пока у этого игрока. Ну, мы видели его игру на протяжении всего турнира. Это очень сильный игрок. Он на первых местах. Это парень, который с по-90 бегал и закрывал. Да, но здесь снова что-то идет не по плану. Вот, опять же, вапуэнт. Объясните мне, как он должен работать, когда на верхнюю линию вообще никто не смотрел в средней стадии. Тот момент, когда арт погиб. Ну, и вот только от разменов как-то. Потому что Ксират пришел халповать. Ну, Ксирата очень перспективная позиция. Хотя она уже и не нужна. Винни дает даблкил без размена. Ел последний. Ну и 50 секунд у этого парня для такой вот непростой класс ситуации. Итак, куда может пойти Ел? Ну, по даблентам вообще никого пока что не присутствует. Ел смещается как раз в этом направлении. Вот здесь может быть любопытно. Тайминги вроде бы такие, что уже нужно стягиваться, но очень неспешно это делает Фурия. Так что Ел продвигается чуть-чуть поактивнее. Ну, спешно или неспешно, это абсолютно не мешает понимать происходящее на карте команде Фурия. Чем дольше Ел тут Пойлзе, тем вероятнее, что он точку А все-таки будет занимать в итоге. Ну, обошел, да. 13, Винни. Смотри, вот здесь бы найти Винни и убить его, но уже тайминг не позволит. Винни просто идет душить. Возможно, торопится немного. Так. Ну, что-то вот по одному, конечно, немного отыгрывали этот момент Фурия. Но все равно без потерь. Так что, наверное, это можно списать просто на желание быстрее забрать тот самый седьмой раунд для себя. Ну, пока у нас довольно необычная тенденция для соревновательного КСа, когда команда ставит паузу и проигрывает раунд. Это было Фурия, это вот антизи мы уже наблюдаем. То есть настолько хотят сыграть безошибочно команды, что в итоге берут тайм-аут. Но вот воплотить в жизнь задуманное не всегда получается. Ага. Винни сначала убил соперника, которого он даже не видел. Ну, вот моменты с Арта меня очень смущают. Но он дал энтри. Да, вот в этот момент, когда... И намошнила типов. Да, вот так. А намошнил-то по делу, если ты уходишь и, скорее всего, дал об этом кол, что перетягиваешься под нижнюю. Тем более, что флешку дали, под которую Артвы подделал. Тиммейт должен был как-то наверх-то начать поглядывать. А тут просто выходит чел и говорит, о, что ты тут забыл. И вот такой вот минус на размене. Это могло быть проблемой. И смотри, они снова пытаются продавить бэп-поинт. Надеюсь, что там слабенький игрок. Но это Эйбл Джей и его триплы здесь должно хватить. Такое чувство, что кто-то получит свой хайлайт-мувик после этого трейна и этих приемов на базе БМ. Один зажим. Три человека выпрыгивали. Причем там под 90 градусов справа и слева. Но Эйбл Джей четким зажимом дал 30 и троих забрал. Догорает тело контртеррориста. Это тот самый Эйбл Джей. Ну и пока он тлеет, уже постепенно и бомба дефюзится. Ну хотя бы 5 раундов нужно в атаке антизи. В принципе, тут уже задача абсолютно ясна и понятна. Что касается коллектива Фурии, ну, 11 хотя бы, 12. Было бы отлично. Пока 8-3. Антизи выполнили свою миссию на этот раунд. Они поставили бомбу. Это изначальная задача. Ну и, конечно, вот за счет как раз хлипкости определенной бэп-поинта. Это, наверное, какая-то малая надежда на то, что, ох, снежный ком какой-то организовать по этой точке все-таки удастся была у атакующей команды. Но в любом случае, это хорошие деньги. А Арт. Агрессивно идет-то как. Ну что, по флангам пытается работать Арт, но пока вот все-таки котлы приносили желаемый результат. А занятие авиком в зелени только в минус. Он два раза ходил, два раза его убивали. Ну вот здесь Арт, наверное, не мог бы дать больше одного минуса. И после этого погиб бы в любом случае. Ждал он, что изначально кто-то зайдет на мусорник. Ой-ой-ой-ой-ой. Кенгет решил уже раунд закончить. Нужно как-то сопротивляться. Однако не все готовы это делать. Только Юрих и Эбл Джей остаются. Ну, опять же, зная, где Эбл Джей обычно гуляет, можно и спланировать этот выход. Ну, а Энтези немного все-таки приумерили свой пыл. Хотя у них был, получается, тройной выход на это. Сотка верх-низ и зелень. Решили похалдить. Понимаешь, что раунд уже практически гарантирован. Тем не менее, Кенгет ошибается. Эбл Джей с КТ уже пришел через Б плент и дал минус. Но вот тут не хватило той самой бразильской агрессии команде Энтези. Выйти, додавить. Ну, закономерная перетяжка под Б после того, как обнаружили перетяжку. И Эбл Джей в ответ. Так, ну, здесь кошки-мышки поехали. Возвращаемся под А. 35 секунд. Зажигательная граната Юриха отпугивает. Но это уже 2-2 раунд. Молотов за ним еще, Молотов. Ну, дошли до А, конечно. Ну, действительно, уже при ситуации. Эбл Джей-то тут как тут. Смотри, где он? Вот это обрулил, так обрулил. И Ксен спалил свою позицию. Там зажигательная граната, Хайей и Флэш. Если Ксен будет медлить, его отсюда уже не выпустят. Под моменталочку свою же вышел. Двоих начекал. Вопростили, его простили. Префайр по снайперу. Есть ли киты? Есть киты у Юриха. Очень много гранат. Просто нужно выкуривать с этой позиции. Сент, ну, не выживает. 2 в 4 выигрывает команда Фурия. И, похоже, в рамках этой половины уже вернуться не получится. NTZ. Вот та самая игра, которая, наверное, может похоронить тебя. То есть, когда, допустим, взлетала команда Энс, у них не было авторитетов. Они не боялись. Дали 2 энтрикила, додавили плэн, поставили здесь. Сделали просто миллиард энтрикилов. Остановились. Потерялись. И все. И без размена отдали 2. Точнее, 4 в 2. Да, конечно. Непонятно, как вот так NTZ разбазарили свое преимущество. Ну, во-первых, наверное, стоит отметить их любовь гулять по одному по карте. То есть, мы не видели какого-то одного ударного кулака. А просто один по зелени прошелся, другой попытался по нижней проверить обстановку. Ну, это беда, конечно. Не ясно, не ясно, насколько хватит команду NTZ. Раунд как-никак, ну, был уже у них в руках. Уже все складывалось так, что NTZ должны были выигрывать предыдущие, забирать четвертый и контролить экономику соперника. Но нет, теперь мы видим 2 крига, 3 калаша, 3 дыма, 2 флешки. На руках у атаки это так плохо. Особенно, глядя на то, что сейчас закупили себе фурия. Ну, была у нас использована еще одна пауза. Команда NTZ, арт, в принципе, решил не мудрствовать. Лукаво, раунд котлы, раунд зелень, раунд котлы, раунд зелень. И так, видимо, до конца половины будет гулять. Правда, entry kill не нашел в этом эпизоде. Destiny, кстати, пока у него абсолютно не летит. Тут, наверное, больше внимания к арту из команды фурия. Привлекается, но у Destiny как бы 1 на 11 стата. То есть, в принципе, пока импакта от него практически нет. Да, проблема. Ну, вот train, конечно, карта своеобразная. Здесь некоторые игроки, выбивающиеся по первой половине, могут на второй включиться. Особенно часто это касается снайперов, конечно. Ну, и Destiny, хоть и не является таковым на роли основного АВП, мы его не видим. Поэтому, опять же, поставить в нужную точку и позволить сделать свой небольшой бенефис все еще возможно. Два смока и одна флешка. Такой вот скудный арсенал крана сейчас у команды NTZ. При этом ключевые позиции из разряда верх-низ или выхода под B они не заняли. Скорее всего, игра, отталкиваясь от верх-низа, будет. Ну, зелень вроде бы проходит, но там авик. А у вас два смока. Гранат как бы, да, особо нет. То есть, проходить будет тяжеловато. У защиты остались только четыре флешки и хае, что тоже не очень хорошо. Ну, атаки вот. Помнишь, с чего все начиналось, когда вот просто фурия рассыпались, опорники в позициях не были готовы к контакту обычному? Вот похоже, что повторение матючения решили разыграть. Но вот такую перестрелку Теста не обязан был выигрывать. Да, очень обидно, конечно, но команда все-таки сражается. КНГ и Александр сменялись. Арт, Арт в упоре. Да как же так произошло только, что там вроде такой дабл уже в глазах был. Там уже просто мангал был заправлен углями, можно было жарить шашлык. Все, до свидания, Арт. Ну, хотя бы одного. Ладно, дабл, ладно, дабл. Но хотя бы одного надо было забрать. Да, конечно. А это реально получилось где-то так, как было и когда Антези первый раунд для себя выиграли. Снова фурия выходит, вроде все четко, авик в позиции, с прицелом и мимо. Ну вот когда снайпер уровня Арта допускает такие промахи, это очень досадно. Ну вот просто вот, мне кажется, Арт сам не понял, что произошло в этот момент. Ну это можно сказать кармический долг за Дестани, который не убил вышку. Там тренер упал. Опа, исчез. Врача, врача, позовите врача. Ну, тренер, я думаю, за матч и фурия успел привыкнуть. А где деньги? А где деньги? Сейчас можно и на 9-6 выйти, если постараться команде Антези. Ну, помним мы, как фурия вообще без денег раунда выигрывала. Так что, наверное, сильно рано радоваться не стоит, тем более, что небольшая контр-инициатива присутствует. А про укрепление пяти игроков защиты на аппоинте вообще стоит, наверное, помолчать. Это что-то совсем незаконное, пытается разыграть фурия. Ну, там арт начекал с котлов, вернулся. Это может сработать на самом деле. Мы видим радар, то есть абсолютно пустой б-плент у Антези. То есть даже близкая инфа у них, что б-клир нет. Они не планируют туда идти. Действительно, флешка. Сирата находит минус по сотне. Вот в этот раз арт уже попал, разменялся, а там еще и цзэшка в упоре. Похоже, что это тот самый раунд. Есть типичный раунд от Антези, когда фурия никого убить не может. И типичный раунд от фурии, когда им особо многое не надо. У них и так все отлично. Челла только что, походу, не заметили, но там спина закрывается все это время. Винни, посмотрите, где ты уже? Кенге не сдается. 30 секунд у Винни просто идеальная позиция, чтобы остановить Челла. Челла чекнет. Нет, 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 спина. До свидания. Минус бомба. 20 секунд. Кенге последний. В таких раундах у команды Ликвид Стюй выходит на Б. Такой, ребята, заходим. А у команды Антези никого нет. Вот был четкий план выходить на А. И даже пустая абсолютно половина карты им никак не помогла. Не очень мне нравится еще, как Кенге стоит в этом моменте. Могут его не отпустить. Но не делают этого фурия. Своя экономика оказалась приоритетнее. Они решают Кенге позволить сохранить авик на руках. Но в целом, конечно, беда. Я согласен. Контроль карты – это какая-то серьезная проблема. Постоянно на сумбуре это происходит. Антези редко меняют решения по ходу. А когда меняли, помнишь, туда-сюда бегали? Слишком прямолинейно играют Антези. В некоторых раундах перетяжки были, но они не совсем работали. Решили от них отказаться. И, видимо, тоже не слишком продуктивно. Вот выйдут фурия на мажор, а там Ликвид. И все. А у вас как бы стак 5А. И вас закрыли. То есть да, с Антези эти стратки работают. А дальше-то что? Ну, для начала нужно еще выйти на этот мажор. Потому что, как бы, слот разыгрывается. Если ты проигрываешь, то еще придется страдать по ине. А там интересные коллективы будут представлены однозначно. Ой, Арт. Отпустил свое счастье. Ну и больше он его не найдет. Ох, куда только не ходил, где только не искал. Энтри килл Арт. Ну, пока, наверное, процентов 35 у него удачных. Энтри выход под свою же флешку. Флешка только Винния ослепила, которую он сам себе и прокинул. Такой вот мув решил подарить для своей команды. Вот Антези сейчас вот где-то на пороге взятия пятого. Да, вот давай остановимся на этом моменте возможном. Если, конечно, снова не отдадутся по одному. Мне кажется, или три раунда из этих пяти Фурия сами дали в руки Антези? Ну, можно и так, наверное, сказать. Но Антези тоже там бы пистолетом отдавались. И, в принципе, ну вот дефолтный 10-5, я думаю, будет по игре счет. Да, похоже, что все к этому идет. Какой-то чудесный клатч должен здесь состояться при наличии ближней спины от Дестони, которую, ну, здесь-то должен убивать. Вот здесь-то нашинкует Дестони. Дестони, изи. И второго может найти. Да, это Ван Тапчи в голову. Минус Сирата. И это все-таки 10-5. Фурия взяли 10 за защиту, но на самом деле могли больше. Что можно сказать и по Антези. А у нас пауза. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Мы снова с вами, дорогие друзья. Мы продолжаем смотреть за бразильским дерби Фурия против Антези. Матч за участие на мажоре у микрофонов Кван, Гомер. И вот-вот уже начнется вторая половина карты Трейн, которую пикнули Антези. Счет, ну, кратный разрыв. Вроде бы нормальный для одних и комфортный для других. Ничего особо нам с вами не обещает. Много мы видели серьезных разборок как на карте Трейн, так и между этими двумя коллективами. Так что, наверное, визикатку до конца Фурии поверить достаточно тяжело. В какое-то возвращение Антези, будь оно полное или так называемый фейк камбэк, мне лично верить намного проще. А как будет складываться, ну, узнаем, исходя из пистолетки. Пожелаем удачи командам. Вам еще раз приятного просмотра. Второй пистолетный, который во многом может предопределить исход карты Трейн. Есть агрессия Дестони. Флешка не сработала. Ел остается вторым игроком на зелени. Ну, а Энтри Килл уже забрали Фурия. Да, Дестони решил начать Трейн с чистого листа на второй половине и сразу сделать какой-то фрагмувик себе. Однако получилось все далеко не лучшим образом. Ну, там моменталка какая-то. Вообще она никого не ослепила. По типу выпада от Винни, которая ослеп от собственной флешки. Здесь тоже все складывается не очень хорошо. Но обратите внимание на количество игроков Антези. То есть вот количеством взять вроде бы и пытались, и вроде бы все должно было быть отлично. Но даже этого не хватает. Все охраняли зеленку. И все равно получили по головам. Четыре с половиной игрока принимали одну позицию. Но и этого оказалось недостаточно. Вот знали, что это зелень. Вот обратите внимание на радар. Знали, что это зелень стопроцентно. И не смогли остановить выход. Вот такие вот они, ребята. Из команды Фурия. Отличная стрельба. И несмотря на то, что они шли в западню. Все равно совладать с собой получилось на ура. Скал, чего дропает КНГ. Кстати, интересное экономическое решение показывают нам Антези здесь. Ну а Фурия намерен, похоже, играть до конца со своими девайсами. Никто погибать не планирует. КНГ на хелпующих ролях. Хотя нет, пошел все-таки глубоко в точку А. Будет, наверное, пикать зелень. Да, да. Ну, боком. Оп. Нет, нет. Там Эйбл прикрывал Арта. КНГ не попадает ни разу. Хотя шанс был отличным. Но вновь... Они знают про зелень Антези. Теперь нужно ее убить. Инфы много. А дело с ней пока что ничего не получается. Арт все же серьезно пострадал по здоровью в этом моменте. Однако продвигаются все дальше силы Фурия. И вот он тот самый минус со скаута. Сулит быть единственным для Антези в этом раунде. Ксант на своем респауне. Бомба устанавливается. Ну и команда Фурия пока что очень умело пользуется энтрикилами. В принципе, никаких там лишних ротаций. Никаких излишних холдов. Все смотрится довольно бодренько, сбито, довольно четко. Ну что касается Антези, ждем, конечно, девайсного. Челла дропал скаутом будет чуть похуже. Но, как мы знаем, игра строится все-таки в основном именно от снайперских винтовок на карте Детрейн. Будем ждать, наверное, чего-то похожего от КНГ, что делал Арт. То есть пикать зелень, пикать котлы, пытаться, возможно, как-то от вагона А разыграть. А тут, кстати, опа, вот такой партизанчик нашел скаут. Еще пригодится этот скаут действительно. Ну окей, 12-й, 12-й на счету присутствует. Почему бы и нет? Ну, вот как-то так, как-то так постепенно Фурия продвигается на чужом Трейне. Карта однозначно комфортная для них, для команды, которая даже после нерфов там Ауга продолжает их использовать. Криги, в принципе, покупать массово. Это опять же они в моду ввели. Ну, для Трейна это самое. Но НТЗ, мы видим, что тоже отвечают похожего рода закупами. Но вот где-то в равной борьбе пока что все же первому бразильскому коллективу уступают. Выход просто под базу Берриш или Фурия сейчас пощупать, насколько опорники отыгрывают свои роли. Ну, такой прям, без излишеств. Совсем мясной какой-то получился, по правде говоря. Хотя это не отменяет факта того, что игроки атаки просочились до поинта и даже на бомбу сыграть могут. Эйбл красный, бомба только-только сейчас должна проходить в точку. Немного запоздала, если честно, но все-таки не ставят. Ну, смоки уже будут рассеиваться, так что действительно тяжеловато придется. Эйбл Джей в упоре. Ну, по идее НТЗ должны сдавить, по идее. Молотова не осталось у Фурии, кстати. Но они прогнали КНГ. С верхней, зная, что только по нижней будет работать сейчас ретейк. У них заметили пять раз, и Бл Джей там обязан был погибать. Юрих, хороший выпад. А здесь, кстати, их Серата прикрывает. Юрих еще минусы, только Чаула последний, который также стелется вот с этой вот СГшки. Друзья, очередное большинство этой НТЗ заканчивается ничем. Это максимальный фейспалм. У команды НТЗ не было китов. Что они халдили, чего ждали, неизвестно. Да и гранаты хоть какие-то добыли у НТЗ, насколько я помню. Там флешки, да, под этот ретейк присутствовали. У вас опорник дает минус два. Все вроде бы отлично. Можно было и здесь дорабатывать одного из соперников. Но тут Юрих плюс Ксерата, не выходя из-за плент, не пытаясь играть даже на бомбу. Им это не нужно. Они могут играть просто на победу. А НТЗ пикнули трейн, а такое чувство, что фурия взяли трейн на самом деле. Вот судя по игре, и в атаке не было прям 100% таких раундов. И за сторону защиты, ну уже в таком большинстве, не ретейкнуть дефолтный б-плент. При том, что фурия еще с максимальной тяжкой по таймингу бомбу поставили. Там уже вся хелпа могла быть там в пяти метрах от плента на момент установки бомбы. Ну беда какая-то складывается. То есть вот этот выбор, именно играть трейн. Ну что, исходя из винрейта, который у фурии не очень, но звучит, конечно, очень бред. О, ладно. Тут поджим котлов, который вроде бы начинался с потенциального дмэйш-диллинга по фурии. Заканчивается, ну, минус полтора игрока лишь только. При этом выбивается единственная фармилка. И ЦЗ также отлетает. Команда фурия, обеспечив себе большинство, пока не спешит. Есть гранатки, сейчас дым на нижнюю будет выход вдвоем, скорее всего, на плент. Тут, в принципе, ну, вновь вот тайминги позволяют НТЗ подойти в упор. Ну, нужны какие-то супер-хедшоты, которых нет. Дестани. Ну, 6 на 16 идет Дестани. Вот тут потенциально хотя бы седьмой фраг. Вот это красивые полторы тысячи только что были заработаны с его стороны. Просто среди всех оказался киллер такой вот, ну, нормально. Хотя бы так минусы зарабатываем. Ну, плюс полторы тысячи денег. Очевидно, это, конечно, неплохое решение в экономическом плане. Но это такой вот очень слабенький лучик света в царстве тьмы. Ну, вот опять же, НТЗ понимают, куда идут фурии. Находят возможность. Вроде бы все неплохо. Но... Убил только одного с ножа. Тиль начался. Хотел во второго уже метнуть. Топорик метательный. Ну, даже с пониманием позиции и укреплением нужных точек вы просто проигрываете хедзапы. Что, можно сказать, что ЦЗ и МП9 не могут в упор переграть каваши? Да, могут, конечно. Но здесь-то не получается сделать. Ну, ты помнишь, как играли с пистолетами фурия? Это были хаешки в сотню на первом тайминге. Это был очень грамотный поджим вверх-низ аут вини с прострелом из дегла. То есть это четко заготовленный раунд. У НТЗ играл ситуация. И в итоге 14-5. Вот он, один девайсный. Смогли себе два века позволить. Ну, и... Ну, раунда всем подряд нужно брать у НТЗ, чтобы как-то вот более-менее камбэкнуть. Наверное, да. Вот такой полноценный камбэк нужно брать большой серии. Раундов, ну, ребята... Большой серии раундов может и не быть, так глядя на киллфит и на то, что Эбл Джей ставит вместе со своими тиммейтами. Это явно на то намекает. Я так наводил шороху, говорил, что вот, НТЗ фурия. Вечные соперники заклятые. Карта трейна, которой постоянно все камбэщи за диффенс. Вроде бы все должно быть хорошо. А посмотрите на то, что происходит. Ну, такие раунды должны были нам НТЗ в первой половине показывать. На самом деле, если уже пикнули трейн, ну, хотя бы один быстрый под раскидку на А. Ну, может, два в три. Может быть, клатч эпизоды. Это то, что сейчас выручит НТЗ. Он знает про Винни, судя по всему. Ну, идет вычислять на все 100, да? Да, 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 да. Ого! А вот о таком, конечно, никто ничего не мог знать. То есть Винни просто на стрейфе, в него не попадает первый зажим, и он сходу дает свой минус. Ела заметили. Ну, сейвить он не пошел, видимо, понимая, что камбэк 10 подряд нереально. Попытался взять 1 в 3, но... Это грусть. Да. Вроде бы 10-5 вымучили эту первую половину на дефолтный счет НТЗ, но на смене, мы видим, 3-2 постоянно выживают. Не было даже клатч-моментов там 1 на 1 на бомбе. Может быть, просто стрессовый фактор так сильно давит на НТЗ? Я просто пытаюсь понять, в чем же причина. Неужели так сильно на них именно это влияет? Ибо мы не видим, ну, той команды НТЗ, которая участвовала весь этот минор. Куда пассивнее, куда слабее играют. Посмотреть раунд с тремя интрикилами от НТЗ, которые они слили, и как бы все. Вот вся команда на карте Детрейн. Так, но Фурия тут решили как бы немного трейном продлить с такими аркадами. На сотню просто с надеждой лучшее на то, чтобы быстрее закончится карта. Но вот сколько Фурия уже выиграли квачи, как бы неоднократно это было. Могут попытаться сделать еще один и вот так вот уже прям фаталити разрулить. Ксератум готов к выходу на базу Б. В принципе, мы видим, еще есть довольно неплохое количество гранат у команды Фурия. Что касается НТЗ, ближняя позиция КНГ по дистанции работает Елл на скауте. Остальные довольно далеко. Будет поздняя спина, конечно. Через ТРС пообходит у нас Дестани. КНГ. Ну, разменялся. Окей, 2 в 3 остаются игроки Фурия. Не торопится арт играть на бомбу. Хотят все же выйти на, по крайней мере, 2 в 2 положение вещей. Ел. Вот заметили его. Опасно играет Юрих. Все же у него 67% здоровья. И можно погибнуть от одного выстрела. Но играл он все время по дарта. На то, чтобы тот поменял свою точку и удивил. Вот это тайминги, вот это тайминги. А там уже и Дестани та особой роли не сыграет по идее. На КТ, на КТ уходит атака. АНТЗ до последнего не верили, что подобный мув может быть вообще. Они вернулись на Б. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это 200 IQ. Но Дестани-то еще не нашли. И вот этот игрок, ох, ну, если его не вычислят, то поставит точку. Ну, вот он и выбил бомбу. 19 секунд времени. И понятно теперь уже, как доигрывать этот эпизод для НТЗ. Не погибнуть за это время от Юриха. Но Юрих видел. Дестани на самом деле дает хэдшот. 10 секунд он еще успевает. Нужно вот тут вот сразу ставить бомбу. Ну, кстати, классно. Челу идет. Правда, громко. Так что его услышат, очевидно. И теперь это уже никому ничего не обещающее. 1 на 1. Юрих. Интересно, как этот момент распетлять попытается. Вот так вот распетлять. Очередной клач. Хэдшот. До свидания, господа. Спасибо за трейн. Мое уважение. Увидимся на карте Нюк. Все клач-раунды на карте трейн выигрывает Фурия. Объятия тренерские у нас на сцене. А если бы еще Арт убивал в первой половине, там бы вообще закончилось 16-2, наверное. Оказалось, не показалось. В таком случае хочется сказать, когда мы обсуждали факт того, что сами игроки Фурия отдавали раунды НТЗ. И только благодаря этому они вышли на ту самую пятерку в первой половине. Однако дальше дело не пошло. И уже в атаке Фурия просто устроила тотальную доминацию. И даже несмотря на то, что начинали плохо по ним один, два и три фрага давали, ребята просто на морозе выигрывали эти раунды. И спокойно готовятся уже играть свою карту Нюк. Ну, будем надеяться. Все-таки после трейна НТЗ уже выдохнут. Этот фактор давления, фактор своей карты спадет. И уже на Нюке мы увидим более расслабленный КС. Мы увидим КНГ, который бегает по карте и убивает. Но все ожидания второй карты и то, что мы увидели на первой, подробнее расскажут наши аналитики, которым мы и передаем слово. Субтитры создавал DimaTorzok